Девушки отдыхают Девушки отдыхают И графика не хромала у нас Давайте сейчас подробно взглянем на все вот эти вот настройки, которые они добавили И первый из них, это он отделяется, выделяется даже от всех, это размер отрядов В результате чего мы можем наши отряды увеличить в 10 раз То есть стражи фениксов, возьмем за пример которых 100 человек в отряде Если мы поставим x10, то вы понимаете, что их сразу будет 1000 человек Это знаете, два отряда, это практически средняя битва, которая происходит между стаками 20 на 20 То есть уже лимит у нас сделан на битву Давайте, ладно, взглянем, потом соберем какую-нибудь армию, проведем 1-2 битвы И посмотрим на все это дело, которое будет происходить Дальше у нас идет такой показатель, как увеличение урона Естественно, мы все будем максить Все абсолютно будем максить Сила удара увеличивает силу столкновений и взрывов, чтобы существа отлетали дальше Ставим, естественно, на 1000 раз Боевой дух, чтобы у нас битвы не заканчивались так быстро Можно повысить до 200% Увеличить доступность ветров магии для создания заклинаний Ну понятно, в 200 раз у нас повышается максимальный запас наших ветров магии Если средний показатель у нас в битве доступно это 30, то, соответственно, при 200% это будет 60 Взрыв увеличивает размер взрывов и заклинаний вихря Увеличиваем буквально в полтора раза Запас сил Уменьшает расход запаса сил на действия, чтобы отряды дольше оставались бодрыми Давайте, чтобы у нас никто не падал духом и не было уставших воинов Время перезарядки увеличиваем Так, уменьшение времени перезарядки, чтобы стрелки наносили больше урон в секунду Я так понимаю, скорее всего, это надо на 0 ставить Потому что если мы увеличиваем, то, по идее, время перезарядки увеличивается Уменьшить время... А, уменьшаем время перезарядки на 50% Все, понял Боеприпасы Я не знаю, будем мы тут сегодня лучников с вами пробовать Посмотрим, в общем Пробитие преград Увеличивает расстояние, на которое снаряд проникает в цель Давайте, в 300 раз Тяжесть Изменить эффект действия гравитации на сбитие с ног Существ Ну, это мы тоже посмотрим Это довольно-таки прикольное дело И что у нас еще есть? Восстановление способности Скорость восстановления давайте в 100 раз делаем Длительность натиска тоже в 300% В 3 раза, да, поднимем Размер бойцов Это тоже довольно-таки интересная штуковина Посмотрим, опробуем И больше крови богу крови 300% Ставим Ну что ж, давайте теперь тогда скомпонуем нашу армию Так, ну, радиус действия способности Да, кстати, пропустил Увеличим Вроде, в принципе, все, что я хотел сейчас настроить Ну, все на максимум Кроме тяжести Кроме тяжести И проведем, я так думаю, первую битву Это, скорее всего, высшие эльфы у нас будут И Скайвена Как вы поняли, у меня они были выбраны изначально И следующую битву мы, скорее всего, с вами проведем Против Против Зверолюдов, наверное И Империи Вот таких у нас будут две битвы Давайте В качестве мага Сразу, чтобы у нас были заклинания Берем Тейклиса Никаких героев мы брать больше не будем Возьмем, естественно, несколько отрядов Мастеров Меча Возьмем несколько отрядов Стражей Феникса Сейчас посмотрим Возьмем Латернскую Морскую Стражу В размере тоже четырех отрядов Возьмем два отряда Принцев Драконов Ну и, естественно, возьмем, я думаю, Арту Это если в десять раз мы увеличили То у нас будет не четыре установки, а сорок Нехило так Очень даже нехило Давайте одну возьмем И возьмем, я так думаю, мы несколько Драконов В количестве четырех штук В количестве четырех штук И давайте возьмем, не знаю, Феникса какого-нибудь Давайте Огненного возьмем, Феникса В общем, вот такой вот у нас получился А, ну, может, кстати, вместо Феникса можно взять колесницу Можно взять... Нет, давайте, наверное, пускай лучше будет Феникс Четыре Дракона Феникс Орлиный Коготь Принцы Дракона Подождите, у нас один отряд Я хотел два взять Да-да-да, Огненного Феникса Меняем на Принцев Дракона Все Вот, собственно, наша первая армия Которая будет противостоять армии Скайенов Сразу прокачиваем их до золота И тут у нас тогда Квик Голова Грыз будет Предводителем наших Скайенов И возьмем, так полагаю, Чумных Монахов Четыре возьмем отряда, да? Возьмем Штормокрыс Четыре отряда Возьмем Штормокрыса с Алибардами Четыре Естественно, 40 на 40 битвы у нас вряд ли получится Поэтому у нас битвы будут 20 на 20 Ну и, естественно, как же без мерзости адской дыры В количестве четырех штук Так, и еще с артой надо не забыть Давайте возьмем Крыса Огров Два Сейчас тогда будем что-нибудь уменьшить Кого-то убирать, да? Давайте Штормокрыс с Мечи и Щиты уберем Возьмем лучшим мы Катапульту Возьмем пушку Варп Молния Возьмем Колесо Рока Конечно, Колесо Рока хорошо было бы взять два Давайте вот так тогда Посмотрим, что у нас там парни Получается по балансу Насколько мы смогли его выдержать Ага, нам показывают практически баланс силы Пользу в нашу сторону То есть победа будет за нами То есть надо что-то бы, конечно, тоже изменить Сейчас возьмем тогда Что может повлиять на эту битву Несколько еще мерзостей Ну не особо Все в нашу сторону Но у нас, да Конечно, если сравнивать То у нас очень мощная пехота получается Ну ладно, не суть Мы, в принципе, не гонимся Там, чтобы Против нас сильно ИБ Мы гонимся за тем, чтобы создать Максимальный эпик в нашей компании Давайте вернем все-таки, мне кажется Ну ладно, да, пускай арта будет Ладно, фиг с ней Пускай будет арта Крысы славятся своей артой Пускай будет арта Я думаю, она очень сильно зарешает в этой битве В общем, такой состав у нас получился Высшие против Скайнов Теклес против Квика Поехали Ну и сразу вы можете наблюдать размер Дикий размер наших звездных драконов Которых мы, со мной, набрали В количестве четырех Это просто жесть Посмотрите, какие они огромные Охренеть И, собственно, окинуть взор На нашу армию Армию Скайминов Посмотрите в них арты Это когда я вам сказал, что, да Одного отряда Орлиного когтя Нам будет вполне достаточно Вы посмотрите на его длину Насколько простилается Его размер Через всю карту То есть А у них По два отряда Каждой арты То есть Представляете, что сейчас будет Когда вот эта толпа Артподдержки Сделает по нам залп Я думаю, у нас Никого не останется Ну и, собственно, давайте Тогда быстренько сделаем Расстановку И отправимся В этот эпичнейший На сегодня бой Они просто не влазят у нас Все Сейчас мы Стражи Латеринскую морскую стражу Назад немножко уберем Да Вот этих поставим сюда Блин Они, знаете, не учли только Одного Они увеличили отряды Но, блин Карта осталась Такой же, как и была То есть Таким количеством Армий Здесь будет Очень-очень тесно И это всего-навсего Только 20 на 20 И у меня уже Не влазят отряды Можно сказать Ну ладно В принципе Это не критично Арту уберем назад Вперед поставим Теперь Латеринскую морскую стражу Растянем буквально И тут какой-то еще Домик у нас По центру карты Образовался Ладно Хрен с ним Давайте мы тогда Сюда их поставим И тут пускай стоят Отключим им Режим перестрелки Орлиный коготь Сразу переключим На картечь Я думаю Ну и драконы У нас будут стоять Пускай сзади Посмотрите Какая у нас Кава 600 600 наездников В отряде Это просто дичка Какая-то Охренеть просто И давайте Взглянем Сейчас На мерзость Затской дыры Какой он Огромнейший Кстати Еще и все отряды Все лорды Были тоже Увеличены В несколько раз Это просто Просто жесть Ну что ж Какое у нас Кстати Противостояние Бойцов Воинов Союзника 12 тысяч Воинов Противника 10 тысяч Ну потому что У них арта есть И кстати Баланс сил Я сейчас смотрю Уже именно На В меню битвы У нас Он не в нашу пользу Поэтому Нам будет Довольно таки тяжко Ну поехали Поехали Сделал я бой так Чтобы на нас Нападали Мы Стояли По большей части В обороне И сейчас Это толпа Посмотрите Сейчас Когда залп Произойдет Это просто Будет жесть Я сейчас Даже возьму Наверное Замедлю бой Чтобы видеть Все эти снаряды Которые полетят В наши отряды И Первое За собой Первый удар Оставляет Естественно Орлиный Коготь Просто Посыпает Наших Крыс Всех Пока что Арта Скавинов Молчит Мы пока что Вырезаем Просто Монахов Они по всей Нимости решили Свою Свою рту Поближе В упор Подогнать Крысы Просто Падают И Собственно Залп Производит Уже Катапульты Чемококтя Довольно Таки Бьют они В разнобой Как раз таки По нашим Мастерам Меча И Наши Естественно Тоже Несут Потери И Улетают Они Хрен знает Куда Посмотрите Куда Полетел У нас Воин Просто Жесть Притяжений Отсутствует Куда Он там Делся О Прям В угол Его Зашвырнули Это Жесть И Тем Временем Уже Один Отряд Скайнов Полностью Практически Уничтожен Давайте Тогда Сюда Передвинем Наших Драконов Крысы Все Приближаются Крысы Все Приближаются Наши Отряды Самоуничтожаются Можно так Сказать Давайте Ладно Не будем Ждать Отправимся В бой Чтоб Уже Наконец Так Они Сошлись В ожесточенной Битве Все Тут У нас Как раз Мерзо Сезадской Дыры Идет Где Наши Драконы Сейчас Попробуем Просто Снести К херам Отряд Скайнов Сейчас Будет Жесть Твориться Просто Дичь Посмотрите С каким Натиском Они Врываются И Полетели Крысы Полетели Полетели Крысы Просто Жесть Обучаем Крыс Полетом Просто Обалдеть Ну и Сейчас Тут Конечно Сожрет Нас Мерзо Сезадской Дыры Это Понятное Дело И Посмотрите Сколько Сколько Арты Позади У скайвинов Находится Давайте Теперь Отправим Собственно Наших Драконов Ну Блин Мне кажется Что Тут В этой Битве Все Понятно Что Наши Высшие Эльфы Держат Любую Победу Они Просто Не смогут Противостоять Такому Такой Мощи Ёб твою Мать Нихера Ся Там Полетели Просто Все Полетели Все Там Разлетаются И Крысы И Эльфы Разлетаются Блин Отряд Даже Сузить Нельзя Это Вообще Жесть Что Происходит Надо Закрыть Это Все Чтоб Одна Красота У нас Была Посмотрите Что он Вытворяет Ёп Твою Вот Это Дичь Вот Это Дичь Вот Это Дичь Драконы Там Уже У нас Я так Полагаю Отправились В бой Сейчас Активируем Магию Тейклиса Посмотрим На то Какая Она у нас Смертоносная Давайте Прям Вот В это Мясо Сразу Пошел Каст И Просто Просто Жесть Просто Снесло Смотрите Какая Боня Творится И тут Естественно Наш Драконище Я Единственное Не стал Никаких Заклинаний Дыхания Дракона Кастовать Потому что Не хватает Нам все Времени Чтобы Больше Понаблюдать За этой Эпичностью Которая У нас Происходит Просто Разлетаются Посмотрите Что Творится В небе Дождь Из Эльфов И Крыс Просто Ахереть Что Происходит Давайте Отправим Нашего Дракона Одного На Как раз Такие Мерзости Задской Дыры Если есть Они еще Конечно Живые Вот Они Смотрите Так Там уже Дохлая Вот сюда Давайте Отправим Ну Понятное Дело Конечно Что Латернская Морская Страж Она Жутко Имбовая И вы Видите Что Происходит Сейчас Давайте Отправим Наших Принцев Дракона На Скайенов Которые Бьются Не помню Не пойму С кем Они тут Бьются Еще А Тут Это Все Что Осталось От Латернской Морской Стражи Ой Подожди От Стражи Феникс Это Все Что Осталось И Сзади Кто Помнит Это Кадры Из Фильма Властелин Колец Возвращение Короля Когда Рохан Пришел На помощь Гондору А тут Что То Подобное Наблюдается Сейчас Просто Жесть Просто Ворвались Так Да У нас Вот Кстати Сейчас Дракон Освободился Давайте Отправим На Мир Вот Да 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 Уже Битва Происходит У нас Тут Тем Временем Мне Даже Интересно Кто Победит В этой Жесточенной Схватке Ну Да Кстати Принц Терпят Большие Потери Несут Сейчас У нас Но Да Тут Конечно Битва Практически Полностью Оказалась В нашу Пользу И хоть До сих Показатель Показывает Что у нас Мало Шансов На победу То Блин Тут На самом Деле Все Наоборот Потому Что Крысы Уже В полном Окружении Находятся Просто То Что Творится В воздухе Это Просто Не Описать Посмотрите Что происходит Блин Это Капец А тут Что-то Происходит Тут Просто По очереди Все Падают В уголке Посмотрите Что Створится Ё Мо Даже Замедлить Хочется Посмотреть Как они Падают Там Есть Еще Кто Посмотрите Там Трупов Посмотрите Что Происходит Что Это Угол Смерти Они Как-то Все Падают Смотрите Их В уголочек Оп Такие Складываются Они Все Складываются Смотри Упал Херак Кувырк Перепердых И Вбок Улетел Надо Короче Жесть Я Не могу Блин Я Сейчас Конечно Уже Всех Эмоций Не Передаш По сравнению С тем Когда Я запустил Первый Раз Чтобы Посмотреть Потянет Либо Мой Комп Все Это Дело Я Там Просто Орался Все Этой Ситуацией Которая Творилась А сейчас Уже Просто Показываю Вам Те Моменты Которые Я Увидел Сам В общем Такая Вот Жесть Происходит У нас Тут Уже Практически Что А не Скайны Бьются Еще Бьются Там У них Куча Арты Ну Блин Я не Остались В основном Я смотрю Только Чудище У нас Как таковой То есть Отправляем Мы их Естественно На чудище Чудище На чудище Ну В общем Вот такой Вот у нас Получился Бой Первый Сейчас Обязательно Еще Взглянем На второй Бой Даже Не хватило Времени Чтобы Посмотреть На всю Магию Ну Сейчас Может В следующем Бою Все Это Посмотрим Ну И Вот Оно Противостояние Близка Победа Нам Уже Говорят Смотрите Какая Огромная Задница Блин Смотрите Что Оно Плани Блин Всех Наверх Забрасывают Тут Кстати Где-то Домик Был Бедный Представляешь Представьте Житель Выходит С утра После Ночи После Ночи Смотрит То Что Здесь Створится Блин Его Потом Только В психушку Уложить После Увиденного Особенно Вот Этого Всего Дела Смотрите Какие Туши Сдохшие Валяются Их тут Что Лидвини Пойму Лето Одна Все Походу Одна Да Это Одна Такая Туша Длинная Ну В общем Да Они Только У нас Не Дохнут Получается Ну Там Еще Кстати Пушка Варфмолни Не Решили В ближний Бой Пойти Ну Все В принципе Враг Уже Сливается Потихоньку В общем Ну Потери Понятно С обоих Сторон Просто Огромнейшие У нас Получились В общем Вот Как-то Так Давай Сюда Лети И Сейчас Мы Наверное Взглянем На еще Битву У нас Время Осталось Тут Уже Всех Повырезали Да Ну Добиваем Тогда Их Ну Самыми Живучими Оказались Как раз Таки Вот Эти Твари Эти Твари Если бы Мы Мне кажется Взяли бы Так Отрядов Так 20 То Это Была Бы Жесть Мне кажется Они Просто Щекочат Ее Эти Стражи Феникса Ее Вообще По Барабану Это Просто Корм Корм Тут Ходит Под Ногами У них Тараканы И До До Сих И до Пор Идет Противостояние Косари Жесть Сколько У нее там Здоровья Дракона Сила Нашу Потрепол Не Вообще Похрен Просто Похрен Она Живучая Заразина И При Там Она Даже Не Собирается Отступать Сейчас За задницу Ее Херак И Нет Хвоста Копытом Там Отлетела Стража Где у нас Тут еще Замесы Какие Происходят Так Тут уже Отступает Да Мерзость Тут тоже Уже Победа Ну все Их надо Добивать На самом деле И заканчивать Эту Боню А вот Такой Вот У нас Получился Довольно Странный Но Эпичный Бой Ну да И за счет Того Что у нас Отключена Как бы Паника У наших Всех Отрядов И Наши Отряды Бьются До Последнего Просто То есть Они Не Отступают У нас А так Бой Уже На самом Деле Закончился Смотрите Что по углам Творится Тут Как-то Не Тут Тоже Нормально Трупов Просто Все Все Границы Карты Усеяны Вот этим Делом То есть В основном Трупы Валяются По краям Ну что Там Кто Остался Живые Пока Живые Ну вот Честно Хочу Сказать Как-то Арта Скавенов Она Блин Себя Вообще Не проявила В этом Бою Я думал Что Именно За счет Арты Они Нас Могут Выиграть Но Как оказалось Нифига Подобного Все Отступают Все Творины Лорды Живучие Тоже Зараза Ну вот Их Трое Осталось Сейчас Мы их Добьем Дабы Одержать Победу Отряды До сих пор Летают Кстати Посмотрите До сих пор Летают И кстати После такого Полета Никто Не выживает Ну вам Так сказать Летит Блин Космонавт Наш Чмек О Интересно Как они Так По асфальту Ползают Когда Падают Еще Как-то Их Отбрасывает Там Даже Там Кого-то Еще Нашли Ну все Да Отступают Тэк То есть 51 Как-то у нас Мастера Веча Особо Не набили Да 800 Хотя Не 200 600 Лотернская Марстрая Стража Как всегда Набила Там За счет Того Что Она Вела Огонь Ну Кстати Кава Принц Драконы Хорошо Поработали Орлиный Коготь Драконы В основном У нас Били С крупными Целями И у вас Себя Особо Не проявили Посмотри Живучая Тварина Блин Когда ты Сдохнешь Уже все Убежали Давайте Ускоримся Или просто Можно В принципе Взять И выйти Из этого Боя Потому что Видите Как долго Это все Происходит У нас Смотри Какая Живучая Тварь Все Победа Итак В итоге В результате Этой битвы У нас Осталось Всего 2000 Первого Победа Ну и Вот Можно Посмотреть Кстати Какие Отряды Что У нас Ну да Вот Катапульта Чемокок У тебя Плохо Поработало Все 53 Убийства Это При Таких Так Количествах Да Массах Это Очень Мало На самом Деле Она Набила Тут Минимум Должна Была Каждая По 500 Сделать Так Ну и Следующую Битву Мы Тогда С вами Проведем Это Зверолюды И Давайте Как я и говорил Проведем Империю Причем Зверолюдам Дадим Довольно Таки Такой Интересный Реестр Найма Я не буду Может Даже Полностью Забивать Мы Сделаем Его Следующим Образом Я возьму Сюда Побольше Минотавров Красавцев Вот Этих Возьму Кигров Четыре Да И Великанов Возьму Четыре То есть Армия У нас Будут В основном Состоять Из Тавра Возьмем Империю Возьмем Империю Давай Пускай Карл Будет Так уж и Быть Пускай И Наберем Тяжелых Мечников Побольше Ну Прямо Так Вот Наберем Можно Танк Облизить Еще Давайте Для Эпичности Возьмем Солнцеделы Паровой Танк Возьмем Что Еще Возьмем Грифиты Демигрифы Ну Давайте Алибордистов Туда Вот Так Вот Сейчас Это Все Вкачаем Посмотрим Что У нас Получается И Теперь Наших Вот Этих Проапгрейдим Ну Кстати Вот 50 на 50 Что Довольно Так Интересно Будет Поехали Может Было В принципе Танков Больше Больше Взять Ну Я Думаю Что Нам Вполне Хватит Этого Количества Сами Мы Будем Выступать За Давайте Знаете Сделаем Такой Передний Ряд Полностью Из Минотавров Там Просто 160 Человек Это Жесть Это А Танков ну все пошло мясо царите что творить что творится по зритель просто есть полетели людишки в львово красота то какая царите замедляем все так кровяки то сколько она будет боя нас эпичнее чем тут людишки просто разлетаются давайте ускорим вернем обратно то музыки не хватает при замедленном бои дождь из мужиков так у нас некоторые отряды остановились я вижу да потеряли цели а они там за карла зацепились ну ладно пускай его там херачит я даже не могу приказы некоторым отрядам отдать сейчас настолько все про лага найдет у меня это будет быстрый бой определенно а минут посреди минотавр полетел ёб твою мать туда туши отлетела стрелять и воздуху если бы великан взлетел ё-моё башкой об дерево я представляю какая-то боль была для него досталось досталось ему просто косят косят людей посмотрите же есть это еще похлеще чем в прошлой битве было это вообще трэш просто происходит я специально вот эту битву решил провести именно фул монстров взять против людишек хита малебарды болен в зубах только и и поковыряться можно великанов у меня тавры посреди троечка такая летает ну-ка 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 жесть блин я не могу это жесть так там еще не период ох а танк сайт тоже огромный я даже не обратил внимание какие там демигрифы какие тяжелые мишники как такая херота блять ухачу сдохла что ли а это он так это споткнулся там об минотавра споткнулся просто на еще раз подкнулся болен не дай так падает жестко он недоволен определенно такой ситуации мы там уже походу всех переколбат прикиньте уже всех переколбасили реально кстати люди просто сдохли все просто всех ушатали интересно танк может улететь или перевернуться навык все отступает это кстати был довольно таки был бы быстро у нас будет прям просто херам снесли там все наши минотавры остались только танки сейчас кто-то отдела заковырять попробуй бы хотел посмотреть наверно летающего великана почему они не летают на полетели минотавры причем кстати за счет такого вот урона очень сильно как раз таки работает френдли файер здесь особенно от этих таких игров танк там просто в ахере наверно прибывает сейчас чудом побо по краям у нас не будет опять вот здесь поменьше в этот раз ну все равно границы карты просто усыпаны тут я не знаю там просто не сосчитать давайте ускоримся в принципе вот такой вот у нас получился бой по численности кстати у империи было в этот раз семнадцать тысяч семнадцать тысяч мать его у нас пять двести вот такой вот у нас получился бой и тоже первого победа давайте посмотрим что у нас там по убийствам получилось да ну я лорда понятное дело я его не использовал я в принципе в принципе там ничего с ним интересного не происходило бы ну и вот наши минотавры вот он их показательно и показатель тяжелых мечников но это наверное был мне кажется все таки неравный бой надо было бы тут как-то по-другому сформировать армию империи потому что ну понятное дело что минотавром по 160 тел в каждом в каждом отряде противостоять тысячи тяжелых мечников это бред надо было или алибордистов больше брать потому что тяжелые мечники даже противостоять им не смогут но ладно ладно мы просто посмотрели всю эту эпичность которая творилась на карте а в общем если вам понравилось такое вот довольно таки необычное видео не забудьте поддержать лайком обязательно подписывайтесь на канал обязательно пишите в комментариях кстати если хотите еще то подобные битвы и кстати можете даже предлагать против кого кто против кого у нас будет биться даже кстати можете примерно предложить составы какие бы вы хотели посмотреть в принципе так посмотрел вроде более-менее графика прям не сильно у меня пострадала и производительность более-менее была на уровне в общем с вами как всегда на связи был брайан всем всего хорошего и увидимся на новом видео